Всем привет! Сегодняшний выпуск «Правда или вымысел» мы решили посвятить сим-картам. Ведь пока они не стали виртуальными и не превратились в еще одну программу в вашем смартфоне в лице стандарта eSIM, этот кусочек пластика знаком каждому из нас. И, конечно же, его окружает множество мифов. Не так давно мне мой сотовый оператор посоветовал заменить сим-карту, так как со временем они размагничиваются и начинают работать плохо. С сим-картами Yota такого точно не может произойти, как и, впрочем, с сим-картами любого другого сотового оператора. И вот почему. Потому что... А ты знаешь, что такое сим-карта? А, сим-карта — это такая маленькая штучка, которая вставляется в мой телефон. На самом деле, это самый популярный ответ. Так ответили примерно 35% опрошенных. Другие ответы включают в себя NanoSIM, MicroSIM. И только 2% дали правильный ответ. Это микросхема. Полное наименование сим-карты — Subscriber Identification Model. Это действительно микросхема. В зависимости от типа сим-карты, в ней памяти может быть больше или меньше, но принципиально они ничем не отличаются. Так как в сим-карте нет своего источника питания, то ее память является энергонезависимой. Работает сим-карта только в устройстве. Ее можно сравнить с обычной флешкой, которая немножко иначе вставлена в разъем. Никакой принципиальной разницы между сим-картами разного размера не существует. Микросхема располагается на подложке из пластика, причем толщина этого пластика регулируется стандартом, чтобы сим-карту можно было вставить в любое устройство. Наши сотовые операторы предлагают нам выбрать сим-карту в трех размерах. Главное — выбрать подходящий под ваш аппарат. Сим-карта содержит уникальный MCI номер абонента. Не путайте его с вашим номером телефона. Каждая сим-карта знает свою родную сеть, так как она привязана к оператору. Для этого сотовая сеть случайным образом создает число А, которое подписано криптографическим ключом. Номер передается на телефон, затем он отправляет его на сим-карту, которая также имеет криптографические ключи и подписывается им. Чтобы не вдаваться в подробности, скажу только, что идет сравнение полученных номеров, и если они совпадают по правилам сети, сим-карта авторизуется. Около 10 лет назад с появлением первого iPhone было популярно клонирование сим-карт, чтобы обойти привязку AT&T. Процедура была простой и несложной. Она быстро стала популярной, и с тех пор бытует стереотип о том, что сим-карту взломать легко. То же самое с клонированием вашей сим-карты. Для начала злоумышленнику нужно получить полный доступ к вашему телефону и сим-карте. То есть вы физически должны лишиться аппарата, а учитывая, как часто мы смотрим на экраны наших мобильных телефонов, то исчезновение не останется незамеченным. Но давайте все-таки вообразим, что кто-то заполучил вашу сим-карту. Что этот человек сможет с ней сделать? Клонировать это не так просто, как кажется. Еще 10 лет назад сотовые операторы не сталкивались с массовым клонированием сим-карт, и поэтому не использовали встроенные средства защиты. Теперь сим-карты имеют встроенный счетчик попыток перебора. Если злоумышленникам не повезло, то карта просто выходит из строя. Обычно это случается в первые 5-10 минут, хотя такая вероятность все-таки существует. Но даже если кто-то получил доступ к вашей сим-карте, сделал дубликат, то вы об этом сразу же узнаете. В сети может работать только одна сим-карта с одним АМСА и номером. Вторая карта не зарегистрируется. Более того, все смс будут приходить на ту сим-карту, которая активная, и вы увидите, что с ней что-то происходит. Плюс для службы безопасности это звоночек, что в сети пытается зарегистрироваться вторая сим-карта с тем же АМСА и номером. Вот и получается, что чисто теоретически взлом сим-карты возможен, но на практике он лишен всяческого смысла за исключением определенного рода атак. Но если вы все же стали жертвой такого рода атаки, то поверьте, клонирование сим-карты это самое меньшее из ваших проблем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова